Всех приветствую! Продолжаем рассматривать работы художников, знакомиться с их автобиографией. Хуан Мотти или по-итальянски Джованни Мотти. Итальянский художник, который 16 лет проработал профессором в Чили и оказал влияние на художников, которые стали известны как великие чилийские мастера. Родился в 1831 году во Флоренции. Начал изучать искусство в своем родном городе и открыл там студию. Добился некоторой местной известности, рисуя картины в греко-римском и ренессансском стиле. Позже переехал в Рим, где познакомился с чилийским политиком Анхелем Галло Ганничеа, которому суждено было сыграть решающую роль в его карьере. Галло привез некоторые картины Мотти в Чили. И когда Мотти переехал в Париж после Франко-Прусской войны, познакомил его с кругом известных людей из Чили. Мотти был рекомендован в качестве директора Академии живописи Сантьяго в Чили. Прибыл в Сантьяго в 1876 году, занял должность третьего директора Академии. В конечном итоге его контракт продлевался шесть раз, и он оставался на этой должности до своей смерти. Также входил в комиссию по организации Национального музея Пинтура, став первым директором музея с 1880 по 1887 год. Среди его самых известных учеников были Альфредо Валенсуэло Пуэльмо, Альберто Валенсуэло Льянос и Хуан Франсиско Гонсалес, сестры Магдалены и Аврора Мира. Продолжал много рисовать, в том числе портреты, пейзажи и легозные произведения и сцены из войны на Тихом океане. Умер в Сантьяго в 1892 году. Вот так вкратце из переводной википедии данных немного о итальянском художнике, который 16 лет проработал профессором в Чили. Оказал влияние на художников, которые стали известны как великие чилийские мастера Хуан Мотти или по-итальянски Джованни Мотти. Пока-пока, до свидания, смотрим работу. Субтитры создавал DimaTorzok